Турция хочет решить все задачи без войны, чужими руками, по американским технологиям. Вот чужими руками она воевала на Горном Карабахе. Сейчас она хочет воевать на Украине чужими руками, украинскими руками. Но что касается Армении, тут Турции придется вступать самой в бой. А так как Армения связана с Россией договором о коллективной безопасности, и там находится российская военная база, то попытка Турции наступать на Армению закончится в обязательном порядке, немедленным вступлением в войну России. В том числе и с применением ядерного оружия, если такая потребуется необходимость. Поэтому Турция, я думаю, крепко думает, можно ли такое делать. И поэтому она решает эту задачу будет путем проникновения. Ну вот, например, в Аджарии сейчас, уже часть территории Грузии, сейчас уже практически полностью оккупирована эта Аджария турецкими бизнесменами и турецкими культурными деятелями, школы турецкие и все остальное. Вот таким вот образом они будут действовать. То есть это будет не быстро. Но важно только одно, что мы должны что-то понять. Турция России не друг. Турция России враг. И поэтому, например, я считаю, что продажа Турции комплекса С-400 была большой военно-стратегической ошибкой. Это мое мнение. Ну, наверное, так же, как и строительство атомной электростанции в Турции. Ну, я бы не стал думать так. Вот как раз атомную станцию можно и построить. Потому что потом по ней можно применить ракету. Без ядерного оружия. И там получить хороший Чернобыль при случае. Понятно. Константин Владимирович, спасибо вам огромное за то, что согласились дать интервью. С вами очень приятно пообщаться. На оптимистичной ноте мы с вами... Я благодарю вас за ваш лайк. Я благодарю вас за подписку. Спасибо. 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 Спасибо.